В зале прилётов Харьковского аэропорта «Аншлаг» десятки фанатов «Металлиста» встречают своих любимцев. Пока ждут посадки самолёта, готовят фотоаппараты и мячи для автографов. А вот эти девушки сами будут одаривать футболистов цветами. Любимой команде «Металлист», а именно нашему любимому Горянову, Александру Владленовичу и капитану команды, тренеру команды, точнее. Накануне перед отлётом харьковчане играли матч Лиги Европы в Норвегии. На заснеженном поле первыми смогли забить хозяева. То ли погода, то ли мощный напор норвежцев заставил «Металлиста» почти весь матч отсиживаться в защите. Честно говоря, немножко сорвало вчера голос. Но сначала, конечно, смотрясь не очень активно. Жалко было, что проигрывали, но зато в конце порадовали всех болельщиков. Порадовать болельщиков сумели бразильские легионеры «Металлиста» Марлос и Клейтон Хавьер. Капитан команды забил на последних минутах решающий гол ударом с дальней дистанции. Да ну, обычный гол. Для меня важно, что я забил в трудный для команды момент. Гол придал нам уверенности, но сейчас мы уже мыслями в следующих матчах. Победа над Руссенборгом уже далеко не первая из тех, которые завоевывают для харьковского клуба бразильцы. Но никаких особых латиноамериканских приемов, признаются футболисты, заранее не готовят. Это просто так получилось. Могу считать, что все команды, конечно, здорово сыграли. И, может, так считается, что целый коллектив. Сразу после победы, говорят в «Металлисте», начали готовиться к следующим играм. В среду харьковчане сыграют в Кубке Украины против львовских Карпат. А в субботу сразятся с непримиримым соперником – Днепропетровским Днепром. Лидия Калинина, Владимир Куриной, Никита Леушин, Медиагруппа «Объектив».